Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Кристина, и я рада вас приветствовать на третьем дне нашей конференции «Докупаж. Волшебство своими руками». И по традиции, перед началом нашего с вами вебинара, давайте проверим качество нашей связи. Если меня хорошо слышно, то поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате. А также напишите, из какого города, чтобы мы узнали нашу географию. А пока вы ставите плюсики в нашем чате, я вам хочу напомнить о том, что запись данного вебинара будет доступна до 18.00 завтрашнего дня. Поэтому успейте посмотреть выступления наших спикеров. А также, дорогие друзья, я вам хочу пожелать быть активными сегодня, потому что наши спикеры всегда ждут от вас обратную связь, и от этого, конечно же, зависит продуктивность сегодняшнего вечера. Итак, дорогие друзья, замечательно, побежали первые плюсики. Благодарим вас за вашу обратную связь. Это означает, что с качеством видео и с качеством звука у нас все в порядке, и мы можем продолжать наш сегодняшний вечер. Итак, а сейчас вы перед собой видите демонстрацию моего экрана. И для вас у нас есть специальное предложение, но от которого просто невозможно отказаться. Для того, чтобы посмотреть, что же это за предложение, давайте вместе со мной кликнем по баннеру «Записи всех выступлений по минимальной цене». Итак, кликаем вместе со мной на кнопочку «Купить со скидкой». Итак, дорогие друзья, записи всех мастер-классов конференции «Декупаж. Волшебство своими руками» вы можете приобрести по специальной цене – 999 рублей. Обычная же цена составляет 9 990 рублей. В чем же уникальность данных видеозаписей? Лучшие мастера создали для вас коллекцию потрясающих мастер-классов, от просмотра которых просто невозможно оторваться. Уж поверьте мне, вы полностью погрузитесь в мир декупажа творчества и искусства. На наших мастер-классах по декупажу вы узнаете о направлениях в этом виде искусства, о том, где будут полезны навыки декупажа, применение этой техники в интерьере, а также как создать оригинальное изделие из простых материалов своими руками. Наши записи будут полезны как начинающим мастерицам, так и опытным декупажницам, творческим личностям, а также тем, кто хочет повысить уровень своего мастерства и тем, кто ищет вдохновение и интересуется рукоделием. 14 профессиональных спикеров подготовили для вас коллекцию из 14 авторских мастер-классов. Это более 28 часов записей в HD-качестве. Но обещаю вам, друзья, вы не заметите, как пролетит это время. Все эфиры будут у вас в круглосуточном доступе. Согласитесь, это очень замечательное предложение. Огромным плюсом нашей видеоколлекции является то, что вы можете смотреть видео в любой точке мира. С нашими мастер-классами вы точно добьетесь лучших результатов, так как сможете смотреть и слушать наших спикеров, когда удобно и где удобно, останавливать видео в любой момент и повторять техники за мастером. Также все записи конференции вы сможете смотреть на любом удобном вам устройстве. Это может быть и компьютер, и планшет, и также, конечно же, телефон. Хочу отметить и качество видеосъемки. Четкая картинка, хорошая цветовая насыщенность и освещение делают наши видео по-настоящему интересными. Приобрести все записи конференции очень просто, а самое главное – выгодно. Итак, друзья, еще раз напоминаю вам, что записи всех мастер-классов конференции «Декупаж. Волшебство своими руками» вы можете приобрести по специальной цене 999 рублей. Обычная же цена составляет 9 990 рублей. Для того, чтобы приобрести данное предложение, в этих окошечках вам предстоит ввести. Первое – это ваше имя. Я ввожу тест, потому что у меня тестовый вариант. Второе – это ваш имейл. У меня это также тест. И третье – это ваш номер телефона. После того, как вы внесли все свои данные, нажимаем на кнопочку «Перейти к оплате». Итак, перед вами сейчас появилось окошко со специальными предложениями по суперцене. Если же вы хотите добавить одно из данных предложений к своему заказу, то нажимайте на кнопочку «Добавить». Если же вы ничего не хотите добавлять к своему заказу, тогда нажимайте на кнопочку «Перейти к оплате». Мы с вами перешли на страницу оплаты нашего заказа. Перед вами множество способов оплаты. Вы можете выбрать для себя самый удобный и подходящий именно для вашей страны. С левой стороны на данной странице вы можете проверить ваши данные. Это имя, имейл и номер телефона. На ваш номер телефона на следующий день после оформления вашего заказа позвонит наш менеджер и ответит на все интересующие вас вопросы. Также здесь вы можете увидеть номер своего заказа, что входит в ваш заказ и ярким цветом обозначена итоговая стоимость вашего заказа. Если же на данной странице вы не нашли для себя удобный способ оплаты, то не переживайте, дорогие друзья. Все равно впишите ваше имя, имейл и номер телефона. На ваш номер телефона позвонит наш менеджер и ответит на все интересующие вас вопросы. А сегодня наш творческий вечер открывает мастер докупажа Елена Васьков. Елена занимается докупажем более пяти лет. В последнее время увлеклась ватными игрушками. Первое знакомство Елены с ватной игрушкой произошло в 2015 году. Передает свои знания по интернету и проводит онлайн обучение с 2016 года. И сегодня Елена познакомит вас с ватной игрушкой, а именно новогодними шишками. В ходе вебинара вы узнаете, как работать в ватной технике, а также дешевый материал, но зато дорогие игрушки. Итак, Елена, вам слово. Субтитры создавал DimaTorzok Мы видим, что в чате нам пишут «Кнопка не активна», «Видео не видим». Сейчас организаторы помогут всем, у кого что, какие проблемы. Кристина с нами, она нам будет помогать. Так, и Наташа будет нам помогать. Вот мы с Наташей все время вдвоем замечательно живем. Сегодня мы будем с вами игрушечки делать тоже простенькие, быстренькие и очень симпатичненькие. Вот шишечки на елочку поделаем. А вот, кто видел, может, в интернете я выставляла фоточки там, шишечки. Вот. Вот такого плана. Шишечки у нас вот эти. Вот такие вот. Самые простенькие, но смотрятся они хорошо. Их можно просто шишечки сделать, без ничего. Просто чисто шишка, да? Вот чтобы прямо на вашей елке прям шишечка висела. Можно без вот этого всего. Можно их оставить вот в таком виде. Белые прям будут. Еще мы их сейчас блестелками, блестелочками обсыпем. Они будут такие симпатичные. Тоже можно без вот этого декора. Вот. Вот они поменьше, побольше. Расскажу, как я их делаю. Я их даже не наматываю, как обычно мы игрушку, да? Наматываем шарик или что-то еще. Делаю сначала заготовочки из всем нам известных вещей. А потом вот такие шишечки делаю дальше. Ну, давай, поближе к рукам и начнем работать, да? Сразу работать будем. Да, давай. А, покажем немножечко. Давай, покажем, что у нас есть сейчас. Так, что у нас есть? Давай, Крюша, покажем. У нас пока что игрушечки все не очень новые. Так, мы не успеваем. Вот свинь. У нас ярмарка. Поросенки у нас. Готовимся к ярмарке. Таких поросенков не будет? Да, будем, будем. Давай сюда. Давай. Поросенки эти выбили, наверное, уже, да? И вот такие тоже маленькие игрушечки я наделала на ярмарка. Тут у нас будет вот такие тоже простенькие поросятки. Вот они они. Вот такие вот ляли. Очень-очень просто, очень-очень-очень быстро. Вот. Вот такие лялечки. Моллюски. Вот такие поросятки. Вы не читаете комментарии? Читаем, почему. Добрый вечер. Что вы делаете, если кнопка неактивная и видео нет? Караул. Кристина сейчас всем поможет. У кого-то, возможно, резкость настроена чуть-чуть по-другому. Надо убрать, подкрутить колесико и сделать не такое большое расширение экрана. Вот такие у нас хрюшечки. Вот такие хрюшечки можно делать. Да, у нас есть мастер-класс, по которому можно делать вот всяких таких животных. Хоть поросенка подставляйте, хоть зайца, хоть человечка, хоть кошечку, хоть кого угодно. Вот такие вот смешные поросятки. Они не только на символ года у нас будут, а просто хорошенькая игрушечка на ёлочку. Отлично. Вот такие у нас дали. Вот такие маленькие игрушечки. Какие хрюшки! Ура! Какие ножки у них, интересно, у них ножки болтаются, вот такие ручки болтаются. Вот. Отлично. Итак, нам понадобится, нам понадобятся вот такие вот штучки. О! Киндер-сюрпризы, вот эти вот пластмассовые, киндер-сюрпризные вот эти яйца. Берём такие штучки, вот даже нам бабушка где-то удружила, где-то маленьких таких купила. Я даже, если честно, не видела. А такие маленькие кокушки, даже из них получились, получились маленькие вот такие вот. Вот из этого, вот из этого сюрпризика вот такая шишка получается, а из вот этого получается вот такого размера. Вот они. Вот шишечки получаются. Нам понадобится вата, зигзаг, клей ПВА-жильки, разбавленные до состояния воды. Вот. Ну вот нам девушка, добрый вечер, никак не может посмотреть, говорит, резкость расплылась и всё такое. Не знаю, как вас зовут. Что-то у вас с устройством, потому что я сейчас вот зашла с телефона, открыла, трансляция прекрасно идёт, всё видно, всё чётко. То есть это у вас что-то, либо интернет плохой, плохо ловит, либо ваше устройство не тянет просто. Вот. Вам нужно посмотреть свой интернет. Поехали дальше. Да. Для новичков, кто у нас, девочки, первый раз мальчики смотрят. Вата нам зигзаг нужна. Вот эту первый раз сегодня купила. Такая хорошая, прям для больших игрушек пойдёт. Такая толстая, прям. Прям замечательная. Я, наверное, ещё разок зайду в эту аптечку. Здравствуйте, Серпухов, с вами. Привет, привет. Напишите нам, девчонки, что вы нас видите, с какого вы города. Просто напишите, с какого вы города, мы будем понимать, что вы нас видите, всё хорошо, вы нас слышите. И мастер-класс вы видите. Я только что зашла с своего телефона по ссылочке на трансляцию, всё прекрасно видно. Мы надеемся, что вы нас тоже смотрите. Поехали. Вот эта ватка у нас попалась, да, такая толстенькая, прям такая. Мы её немножко разделим, чтобы она была потоньше. И нам нужно будет, возьму немножко, чтобы... Нам нужно сделать заготовки. Так, вот у нас полу такая заготовка. Получаются вот такие яйца у нас. Вот потом, после высыхания уже вот такие яйца получаются. Вот, нам нужно вот эти наши заготовочки из-под киндер-сюрпризов. Сейчас мы их обработаем. И надо как-то предварительно обезжиривать? Они не надо ничего... Они мягкие, они вот так аккуратно отдираются потом, друг от друга всё отходит. Они достаточно гладкие. Вот, я их даже ничем не мазала. Один раз, другой раз поотрывала свои заготовки. Потом один раз, другой раз ничем не мазала, ничем не мыла. Они такие, всё от них отходит. И вот так вот делаем вот такую вот заготовочку. Тамара говорит, Краснодар, всё видно, всё видно и слышно. Наталья, Волгоград, плюсик, всё видно. Отлично, спасибо огромное. То есть, Волгоград, Краснодар, Нижний Тагил с нами на связи. И они нас прекрасно видят. Отлично, спасибо огромное за обратную связь. Всем, кто нас поддержал в Новокузнецк, Москва, Белоруссии, пишут спасибо. Видно? Отлично. Ура, я уже думала, что Наташа нас забыла. Ни в коем случае никого не забываем. Так, имеет значение, какую вату брать, Лена? Слушайте, девочки, можно вот мокрой ватой. Не сказала, я сижу тоже с Наташей, тоже слушаю. Как у кого что видно. В общем, можно мокрой ваткой, а можно вот так прям сразу сухой. Я делала и сухой, и мокрой. Вот так кусочек оторвала. Вот так его раз, держу. Так стараемся, чтобы он такой равномерный был, чтобы без комков. Чтоб нам потом не убирать. Вот так прям держу его. И вот так вот прям приклеиваю. А имеет значение, какой клей, Лен? Клей ПВА, если мы игрушку красим вообще полностью, не имеет значения, какой клей ПВА, лишь бы он был жидкий. Жидкий клей хорошо впитывается. Вот. Так как мы окрашиваем полностью, даже если пожелтеет, вот после высыхания клей ПВА, ничего страшного абсолютно, потому что вы все равно закрашиваете. Но если вы хотите оставить белую игрушку, вот, то тогда нужно постараться клей выбрать на кусочке ватки, вот так кусочек маленький оставили. Высох он у вас, и вы увидели, пожелтеет или нет. И все равно можно, если чуть-чуть пожелтело, не пятнами, бывает так вот пятнами желтеет, а бывает чуть-чуть желта, когда высыхает. Вот. Можно жидко-жидко-жидко тоже, как воду, развести краску белую, не густой краской подкрашивать, чтобы вот именно белый цвет остался, а вот жиденько-жиденько, как водичка. И пройтись по всей игрушке. Она тогда будет вот прям беленькая. Итак, берем нашу шишку, вот эту, то есть заготовку. Итак, мы делаем ватные игрушки для тех, кто к нам зашел и не совсем понимает, что здесь происходит. Мы немножечко корректируем и говорим, мы делаем сейчас ватные игрушки. Наталья, а вы из какого устройства смотрите трансляцию? Это мне вопрос или кто-то? А, это девчонки там переписываются, у них не совсем получается смотреть. Так, вот у нас на боках вот тут остались, да, такие дырочки. Ну, можно немножко вот приметить из какой у вас, и бывают эти яички побольше, бывают поменьше, да. Вот, вот так вот взяли, где у нас тут получился брак. Раз, так, подложили тоже кусочек маски. То есть киндер-сурпризы не выбрасывают. Да, киндер-сурпризы, я теперь всем говорю, чтобы побыстрее, побольше их наделать, сразу вот такую армию целую наложили их, на что-то горячее они. Раз, у вас высохли, и все, на следующий день вы можете кучу сидеть, и будет у вас время все занято, кучу будете игрушек делать. Мне бы еще вот ножницы. Ножницы большими, маленькими пошли. А потом вот прям вот так вот стараемся, чтобы она так не тонкая совсем была, потому что мы потом, когда она высохнет, вот эта заготовочка наша, мы с ней еще будем работать, вот, чтобы она у нас форму держала. И вот это вот лишнее потом мы вот так вот красивенько отрезаем. Режут? Прямо, да, острые ножницы берем такие, знаете, новенькие, и она даже, они режут мокрую вату. Вот так отрезаем, потом, когда высохнет, мы еще, конечно, еще подрежем, так что сильно там не нужно прям стараться, чтобы ровно-ровно было, ничего страшного. Просто вот эти вот лохматушки мы отрезаем для того, чтобы когда оно сохло, чтобы не присохло к поверхности, вот, где вы будете сушить. Вот эти штуки все вот так вот подрезаем аккуратненько, чтобы они у нас не мешали нам высыхать, не присыхали. Девчонки, дайте обратную связь. Есть ли новички? Потому что мы сразу начали так, хоп, и сразу начали работать, да, понимая, что очень много девчонок, которые уже знают, что такое вазные игрушки, как мы с ними работаем. Вот, если вы новичок, напишите «Новичок», и мы будем понимать, что немножко надо больше, подробнее информации рассказать. У нас получаются вот такие штуки, заготовки. Вот мы их наделали много, они у нас лежат и высыхают. Потом, когда она высохла, мы ее аккуратненько вот так разделяем, она как орешка отщелкивается, высыхает. Мы даже не используем сам этот киндерш, мы просто ее используем как подложку, как форму. Да, она нам не нужна. Вот это у нас на сто раз хватит, на тысячу, я не знаю, пока не сотрется. Вот эта штука. Мы их потом снимаем. Это отдельно, это отдельно. А у нас получается, допустим, два таких, две таких заготовки. Вот, я их склею. Ну, новичков много, Лен, посмотри. Надежда, Тамара написала, Наталья Уварова, Татьяна. То есть, новички все. Давай поподробнее будем им рассказывать. Новичок, новичок. То есть, не в курсе про ватные игрушки. Ну, вот. Хорошо. Вроде как бы здесь такое простенькое у нас, да. Вот тут две штучки. Я их клеем, пистолетом горячим, по краешку чуть-чуть здесь клей нанесла. Сделала петелечку. И вот так их раз и подержала. Они склеились у нас. Получилось яйцо. Вот тут я чуть-чуть начала. Эти у нас несколько таких. Сейчас мы будем их делать, да. Вот. И вот такая вот получается у нас заготовочка. Вот это такая проволочка рабочая у меня. Да, мне даже удобно ее держать. И что-то еще, чтобы у вас было такое, на что можно будет потом сразу вешать. Слушай, Лен, так это получается, можно и цветок так делать. Вот ты сейчас показываешь, да. Можно и цветок так делать, только цветок мы, наверное, потом покажем. Потому что это же проще. Она толстенькая. Мы сейчас маленькие как лепесточки будем накладывать. Получится шишка у нас. А цветок нужно, ну, чуть-чуть по-другому. Вот. Вот такая вот получается заготовка. Вот я ее держу. Мне даже удобно вот так вот ее, как за хвостик, так ее держу. Вот. И тут нам пригодится вот эта наша гладкая, которую мы сразу, кусочек ватки, вот сразу мы ее вот так вот нанесли. Клей, она мокрая. И сидим, красиво так смотрим, фильм какой-нибудь. Я вот сидела, смотрела старый, за двумя зайцами, там где Олег Борисов, где Проня Прокоповна, обожаю ее, 300 раз могу смотреть. И вот кусочек оторвали. И берем вот так вот, делаем такой треугольничек, похожий на, как это у них называется, чешуйка, да, кедровой шишки. Вот такие треугольнички делаем. И вот таких треугольничков мы делаем много. Просто вот, просто никаких там таких вот действий не нужно нам, каких-то мудрых. И делаем треугольничков много. Вот, делаем их, чтобы у них не сильно острых. Если сильно острые, вот будут у вас вот такие вот прям, они будут, много вам их будет нужно. И у шишка, да, другая получится, другого вида, да, вот. И вот так вот. Но можно сказать, что ты делаешь равнобедренный треугольник или угол, который 90 градусов. Ну, примерно, да. Там можно еще немножко подкорректировать их. Где носик, поменьше. Где вот носик, просто поменьше, маленькие они вот на носик. Я их четыре штучки тут прилепила. Сейчас мы их все приклеим, все посмотрим. Светлана говорит, Лена, вы с каждым разом все больше совершенствуетесь. Я вами восторгаюсь. Светлана, спасибо огромное. Так приятно читать. Девочки, все для вас. Чтобы всем было, чтобы хорошо, чтобы все могли тоже все поделать. А пока Лена делает треугольнички, да, вот вы сейчас посмотрели, как она показывает. Немножко она поделает. А я вам покажу, что у нас тут стоит. Такое небольшое закулисье. Посмотрите на игрушки, которые мы приготовили. Они вот здесь все стоят. Вот они, они. Вот. Это все ватные игрушки. Дед Мороз, снеговик. Так, вон там толпа ребят, детей. Это все сделано только из ваты. Полностью ватные игрушки. Посмотрите. Барыни, красавица. Мы потом поподробнее покажем каждую игрушечку. Ну, не каждую, но так поближе чуть-чуть. Вот. Так, Лена тут продолжает делать чешуйки. Быстренько сейчас их наделаю, чтобы нам с вами уложить всю шишку, чтобы вы увидели, как она будет целая вся вот в этих чешуйках. И вот сразу себе треугольничков наделываем побольше. Такая немножко монотонная, однотонная работа, но она необходима. Она сложная, тут такого ничего нет. Поэтому мы в это время немножечко вас развлекаем разговорами. Нам часто на Ютубе пишут, что вы болтаете. А вы посмотрите, сколько надо сделать чешуйочек. А мне скучно, когда они болтают. Ну, вот смотрю что-нибудь, да, вот мне там понравится. Вот мастер сидит сама там, делает что-то там и молчит. И я сижу, и мне скучновато. То есть неинтересно смотреть. Ну, как, да, что-нибудь она скажет, вот, а потом опять долго-долго делает и молчит. Надеемся, мы вас разлетаем. И вам интересно с нами, как в дружной такой теплой компании на кухне, где девчонки делают потрясающие ватные игрушки. Мы сегодня будем представлять, пока Лена делает, представлять вот такого потрясающего зайца. Заяц невероятный. Вот про этого зайка я говорила, что вот можно вот такие вот игрушечки, как свинки. Вот по этому примеру, как бы можно зайку, можно свинку, можно кого хотите сюда лицо подставлять, мордочку, и будет вот игрушка любая. Вот он висит. Вот у него двигаются лапки, ручки. Полностью ли из ваты? Лицо не из ваты, девчонки, сразу. Лица керамические у Лены, из глины ДАС. Вот. Лица она сама вылепливает. У нее есть лица, которые она предлагает. То есть, если у вас проблема с лицами, потому что здесь вот посмотрите, какой заяц обалденный, да. А там у нее еще хрюшки. Хрюшек наделала уже лица есть, да? Да, хрюшек, да. Девочки, с вами всегда не скучно. Спасибо огромное. А где мордочки брать? Ну вот Лена для таких мастер-классов, как бы, мордочки предлагает, чтобы у вас не было проблем. Потому что действительно это проблема, где брать лица. Вот. И такое решение проблемы существует. Вот, пожалуйста, видите хрюшку. То есть, Лена сама их вылепила, и можно их... Хотите, можете сами лепить. То есть, Лена вот сама лепит. Кайфовые такие. Вот они, эти наши хрюшечки, хрюшечки. Потрясающие мордочки такие. Сейчас еще скажу, девочки, да, вот кто новички, да, вот смотрите, допустим, вот вата бывает разная. Вот это очень толстая, вот это очень такая вот из этой бы Деду Морозу воротники делать, шапки. Она даже вот такая пупырчатая вся. Вот если видно, смотрите, пупырки даже видно, видите там. И когда ее обрабатываешь клеем, они прям пупырочки эти, вот вата выглаживаются, пупырочки эти ставят, вот прям на воротники, на шубы, вот пойдет, как раз хорошо будет. Но если, бывает вата такая гладенькая, но она, у нее выработка такая, как бы такими вот волокнами такими. Вот начинаешь ее клеем пропитывать, а она, вот это она прям однородная такая, хорошая, не просвечивается, прям как вот полотно. Вот, а есть она прям вот так вот, сейчас покажу. Прям вот где-то вот так потолще, где-то вот так вот такие просветы, она прям такими полосками идет сделана. И вот мы, допустим, ее вот так вот клеем промазываем. Сейчас покажу на просвет, ее видно. Вот девчонки потом спрашивают, а как вот она там неоднородная, она там дырки в ней, вот как их, как с этими бороться, с этими там пробелами. Вот такая вот, допустим, вот мы кусочек ватки намочили, а она у нас вот такая получилась, видно, да? А, ну понятно, да. Вот, прям вот пробелами. Да, мы ее положили и вот так взяли вот такой кусочек. И латать, да? Да. И вот так вот раз на эту, где у нас смотрим уже, да, там ее видно, вот, да, допустим, еще одну приложили. Где-то у нас еще, еще вот так вот растянули потихонечку, не сильными толстыми кусками, а такими тоненькими, нежненькими заплаточками. Так, раз, и его опять, раз, и примазали кисточкой ее. Из вот этого вот, как раз вот это место у нас бракованное, все закроется, и она получится ровная. Вот, все, она у нас ровнялась, можно вот еще, даже если видно, что она еще тонковата, можно еще кусочек нанести сюда. И она ровняется. Одинаковой толщины везде получается. Можно хрюшку я покажу? Лен тут спрашивает, хрюшка в одежде она, это одежда из ваты, вот сейчас показываю ее, а Лена скажет. Вот, Лена, она из ваты или это какая-то из ткани сделана? Нет, из ткани платок. Мне захотелось платок в клеточку. Только платок. Лень разукрашивать, поэтому я отрезала от платка, от носового, специально купила такой в клеточку синий, сделала ей платок. То есть только платок. А так вообще в идеале надо было и платок сделать, и покрасить. Ну, я что-то обленилась немножко, вот, и сделала быстро. То есть полностью сделана из ваты, кроме лиц. Лица керамические из глины, да, Лена? Глина ДАС. Может, нам это понадобится еще. Я заказала еще, так, я закачала. А как приобрести мордочки? Лене надо написать, и Лена вам поможет. Говорите, говорите, хорошая компания, это радость. Хорошо, а подскажите, мордочки ответили, одежду ответили, отлично. Так, берем наше яйцо, да. Вот это я наклеила уже, у меня было 4 штучки. Вот 4 лепесточка. Один, вот один за один просто наклеила, вот так. Потом берем следующую, и вот где они соединяются, вот где у них стык такой, соединяются вот они. Мы вот так вот на это соединение раз, лепесточек наклеили, просто пальцами вот так пригладили. Сильно жидко, сильно их мокрыми не делаем, прям, чтобы капало, потому что вот это-то у нас тоже такое, оно тоже ватное, оно не потеряет уже форму, но если немножко придавим уже в мокром, оно ж у нас уже такое кругленькое, пустое, оно очень-очень легкое, там даже внутри ваты нет получается. Очень легкие. Очень легкие они, вот. Сильно их не смачиваем. Вот они у нас, вы же видели, да, девочки, я его немножко так промочила хорошо насквозь, но не так, чтобы оно текло. Вот одну, как вот так их и не видно, вот видно, да? Вот одну, вот у них как соединение между лепестками, мы на это соединение раз положили одну, лепесточек, это чешуйку, потом следующее соединение идет, вот лепестков там. Опять вот так вот это все краю сюда, пригладили пальцами, потом следующую опять. Можно больше, чем больше лепестков, как изначально будет, тем больше у вас будет лепестков по всей, лепестков, говорю, чешуек этих, чешуйки же у шишек. Вот, и вот так вот, и вот так по всей шишечке кружимся. Тут, где соединение тоже пошло, вот так вот, и вот она вот так начинает. Можно я покажу еще одну ватную игрушку? Ватная игрушка, пока Лена вот прикладывает, да? То есть понятно, в шахматном порядке мы накладываем. Их очень много. Расстояние имеет значение? Одинаковое, да? Тут расстояние зависит от частоты, вот где вот соединяются они. Вот делаем, вот это тоже, вот она крупненькая, вот тут вот, ну тоже такие вот. А если слишком мелкие, у меня есть шишка дома, я забыла ее, если честно, дома. Меленькими-меленькими делала. Она даже не так смотрится красиво, как вот эти. Большие такие, они такие поинтереснее, как на кедровую шишку похожи. Хрюжи просто супер, просто произведение искусства. Лепестки без клея? Они уже у нас промоченные клеем ПВА. Вот сейчас лежат, видите, все лепестки? Да, они мокрые. Они все в клее ПВА. То есть дополнительно не надо. Да, потому что у нас вот эта штучка же, она же у нас... Вот он, клей ПВА, мы его использовали, промазывали. Вот, и вот так вот мы красивенько делаем нашу шишечку. Как розочка. Вот вам подарок. Пошли в гости, шишек наделали и давай раздаривать. Шишки блестящие, будто настоящие. Красота. Поросенка и шишку, поросенка и шишку. Потрясающе. Все это ватные игрушки, которые себестоимость... Ребят, представляете? То есть из куска ваты можно сделать такой шедевр. Это стоит ничего, кроме ваших усилий. То есть вот такая игрушка, ваше время и цена этого... Ну, вата стоит вот сколько там? Вот сейчас я купила, вот только сейчас вот эта вата пакет 43 рубля. 43 рубля. С этого 43 рубля можно наделать не знаю, там, сотню шишек. Да. Вот, представляете? Сильно разводить клей, Лен? Вот он же деньки у меня. Один к одному, по-моему, Лена говорила. Да, чтобы ватка спитывалась, чтобы она полностью пропиталась. Они вот очень жесткие. Вот они высыхают, вот такие становятся. А если... А если мы густым клеем мажем, да, допустим, он, во-первых, так не пропитается, он так не пропитается и будет внутри мягкое, а сверху жесткое, как наст. И он будет такое, оно мягкое все, как старинные Деды Морозы. Они же только сверху покрыты. У них вата внутри вся, вся чистая, сухая вата, мягкая. Вот она шишечка. Вот мы с вами за 5 минут шишку сделали. За 5 минут? Из ничего. Чтобы удобно было вот тут сверху, это нам нужно, чтобы что-то у нас было. У меня дома такая штучка, а ты покупала кружки для чая, и такие крючочки остались. И вот такая вот. Я ее вешаю, да, и вот, чтобы мне удобно было. Просто две руки надо. Вот здесь вот. Когда мы подходим ближе к петельке, берем свои вот эти треугольнички и чуть-чуть вот так вот свернули их, маленечко свернули. Да, чтобы, да, потому что здесь кругленько надо нам. И мы их вот так вот, и вот эти краешки аккуратненько вот сюда заглаживаем, приклеиваем вот так, чтобы они у нас... Светлана говорит, а у нас серпуховые вообще в магазине, в аптеке 18 рублей вата. Вот, пожалуйста. То есть... У вас-то, наверное, какое-то золотое дно. Ну, поеду. Поеду в серпухов. На греху, а ты куча. Здорово. Не, игрушки, конечно, сказочные. Сейчас Лена закончит шишку, и мы немножко вам покажем именно игрушек, потому что мы о них говорим, но их не видно, да, в кадре, что за игрушки, как они выглядят. Вот. И оказывается, у нас много новичков, поэтому мы хотим показать вам, что можно из куска ваты с помощью ваших золотых ручек, ваших умений создать, что можно натворить. А с детками так вообще... Вот с детками... Вот сейчас начались опять вот эти вот принесите нам поделку. А, да, началось, да. Вот. Поэтому как бы сели, сделали, и учительница будет просто счастливой. Лена, ты не ругайся, но мы твое панно отдали в школу. Панно, помнишь, такое было с ягодами, корзинка там, окно, корзинка с ягодами, мы в школу отдали. Ты не представляешь, там учительница была просто в восторге. Она сказала, господи, это из ваты, неужели, невозможно. Она говорит, научите меня, давайте здесь в школе будем мастер-классы проводить. Лена, ты представляешь, какой формат? Я в школу не пойду, я явно не учитель. Как ты явно не учитель? Не учитель детей, ты хочешь сказать? Ты учитель. Мы тебя сейчас слушаем, и ты нас учишь, поэтому. Девчонки пишут, сплошета тоже не показывает, видимо, не тянет. Девчонки, у вас, видимо, может быть проблема с интернетом, то есть здесь нисколько даже само устройство, а сам интернет, если он слабенький, возможно, скорость не позволяет показывать. Ну, здорово, то есть к корешку более такое... Да, они такие, как завернутые, сейчас мы еще немножко примажем, чтобы они стали подобрее. Подобрее, покрасивейше, подобрее. И вот эти вот краешки, можно так оставить, если хочется, но я им немножко вот так вот, сами краешки, вот чуть-чуть их, она тогда такая, небольшой секретик, поднять. Как загнуть краешки, чтобы они... Да никак, пальцем дай все. Чтобы они, такой, знаешь, инструмент, это берем пальчики и загибаем краешки. Немножко, она тогда такая вот, поинтереснее такая выглядит, шишечка. Вот так вот. А, они не будут опадать, вот ты сейчас посделала, или чуть-чуть будет? Ничего тут уже не опадет. А это важный момент, много не надо клея с водой, да, наносить, иначе будет тянуться. Иначе будет оно, да, такое. И вот так вот вешайте ее, она такая у вас сохнет, сохнет, сохнет. Давай я ее повешу, наверное, вот сюда, да? Пока, давай, пока вешаю ее. Вот. А Лена нам покажет немножечко еще игрушек, потому что девчонки удивляются, восхищаются, то есть они не видели наших игрушек. Сейчас мы будем вам их демонстрировать, показывать, да, Лена? Угу. Угу. Я нашла. Нет, спасибо. Деда морозная вата. Деда морозная вата. Ага. Не получается. Сейчас я привешу. Так вот эту пипирку. Да? Ага, ну давай, точно. Она мне прислоняется везде. Не хочу, чтобы она прислонялась. Так, ну давай, покажи, пожалуйста, девчонок своих. А, каких? А вот рядышком с тобой стоят деток. Вот они, детки. Давай покажем. Да. Это у нас тоже, как сказать, классические такие, старенькие уже. Но они так, как всем нравятся, мы их оставили. Мы их оставили, они у нас в студии живут, мы их показываем. Сейчас показываем наши ватные игрушки. Девчонки, вот это все можно сделать из ваты. Вот эти у нас тоже новогодние были. Вот такие детки. Вот такие тоже, они тоже такие одежки у них. Обалденные просто. Это все ватные игрушки, то есть только керамическое лицо, да, Лен? Все остальное сделано полностью из ваты. То есть себестоимость их. Ну, грубо говоря, если кусок глины, вата и деревяшка на которой, ну, мы специально поставили, чтобы удобно было их показывать, да. Вот такие вот у нас игрушечки. Себестоимость игрушечки 50-100 рублей. Девчонки, посмотрите, какую красоту. А если их делать и продавать на продажу, то это, конечно, уже совершенно другая себестоимость. Да. Сколько уходит на изготовление, вот, допустим, одной игрушки? Ну, вот у нас вот такой мастер-класс тоже есть. Вот, как он? Вовка и Балинка, да. А где Баба-Яга, олень? Дома. Дома. У Лены живут. Дома стоят. Я их наконец-то приклеила на такой оленя этого, тоже на подставку. Сделала снег, чтобы он бежал по снегу. Это просто шедевры. Невероятно. Действительно, это невероятно. Это очень красиво. И все это из ваты. Насколько оно упругое, Лен? Они очень жесткие. Я делаю жесткие игрушки, да, чтобы, допустим, они хранились долго, не ломались, не мялись. Они очень твердые, они вот прям такие. Это надо быть художником, Татьяна говорит. А, ну, мы не будем умалять достоинства Лены. Она у нас художница. Надо просто брать и делать. Красота. Слов нет, шикарный, да. То есть просто из куска ваты. Вы понимаете, девчонки, просто кусок ваты. Но что из этого куска ваты может родиться с помощью ваших ручек, ну и, конечно же, знаний. То есть нужно знать некоторые тонкости, некоторые нюансы. Вот вам сейчас Лена взяла ватку и показала, да, где завернуть, где пригладить, как клеем повести, как кисточку держать. Лена, вот это все тоже из ваты. Вот это тоже заватная куколка. Все вкладе. Мы захотели сделать такую. Вот у нас все такие. Вот посмотрите, рюшечки. Все это из ваты. Прическа тоже из ваты, Лена? Прическа тоже, да, из ваты. Вот такая вот. То есть локоны из ваты. Ну все, понимаете, это вата, наше все. Что можно из нее сотворить? Это все елочные игрушки. Мы их поставили на подставку для удобства, девчонки. А давай зайцев покажем. Вот они у нас подвесные, да, чтобы было понятно. И вот этого, да. То есть вот так вот они держатся. Держи. Вот так они на елочку у нас вешаются. Замечательные зайчики. Здесь у них двигаются ручки, ножки. Все двигается. Сделаны полностью из ваты. Лица из керамики, да? Лица из керамических. Великолепно. Интересная техника. Великолепные работы. Ну просто браво. Да, одно наслаждение. Представляете, у вас сразу сказка. У вас сразу Новый год. Вы сделали такие игрушечки, поставили. И вот это ощущение праздника, оно рождается из вот этих маленьких мелочей. Да, Лина? Классно. И, кстати, вот такой вот зайка у нас. Мы здесь в мастер-классе показывали, как слепить. Вот это тоже из пластины. Ну как из глины. Да, из глины. Но ручки и ножки можно делать тоже из ваты. Точно так же. Вот. А он будет полегче тогда. Зайка. Да, глина немножко утяжеляет. Да, глина утяжеляет. И чтобы он был полегче, можно сделать это из ватки. Ручки, ножки. Будет тоже хорошо, красиво. Давай покажем. Еще у нас есть снеговик. Вот. Можем показать снеговика, который у нас просто невероятных размеров. Сейчас я отодвину камеру, чтобы он поместился у нас. Да, Лена? Отодвигаем чуть-чуть. Снеговик у нас тоже классика. Снеговик это у нас такое. Это просто. Правда, у нас Деда Мороза, поэтому он снеговик, он всегда снеговик. Да. Просто невероятный красавец. Конечно же, у вас сейчас возникнет вопрос. А сколько ваты нужно, чтобы сделать такого снеговика? Вот. И наш ответ, наш ответ будет, какой вам нужен размять столько ваты. Аккуратно, давай. Давай. О, вот он он, вот он он. Так, сейчас попробую даже вот так чуть-чуть отвести. Вот так вот показать вам. Посмотрите, какой он огромный. Просто невероятный. Вот такой вот. Метр. Ну, сколько он, Лен? Мы не замеряли его? Сантиметров 80 точно, наверное. Сантиметров 80. А вообще, какой вам нужен размер такой и делайте? Можете в два раза больше этого сделать. То есть, представляете, вот такой. Можете поменьше. Можете, их делали девочки вот в прошлом году тоже вот. Прям такой, как сейчас модно дом украшать, да. Стайка такая их побольше, поменьше. Одному что-то одно в руки, другое в другом. Вот они толпой такой стоят. Канты, то еще кто-то. Вот. Они такие маленькой бандой стоят, снеговики. Обалденный снеговик. Лен, сколько сюда ваты пошло? 600-800 грамм. Да. Ответ. Ну, пусть будет, ну, если, грубо говоря, даже 10 пакетов, это много. На 10 пакетов он будет еще на голову выше. Да, то есть себестоимость такого огромного снеговика, мы посчитали, нам обошлось 6 пакетов на 40 рублей. Сколько получается? 42. Ну, где-то в районе 500 рублей нам обошелся. Салфеточка у нас тут ушла одна. Нет, две декупажные салфетки. А внутри полы или все вата? Нет, внутри ваты нет столько. Представляете, сколько ваты надо будет? Внутри тоже наполнитель, там мы его специально делаем, чтобы он устойчивый был. И легкий тоже. Он не тяжелый. Он не тяжелый. Там есть пеноплекс, называется материал, то есть для строительных работ наполняется... Там есть каркас? Да, да. Из пеноплекса сделан каркас. Да, да, он состоит, там у нас все укреплено, чтобы он у нас не падал, не клонился, чтобы стоял как солдат. Форма из чего состоит? Из пеноплекса внутри, пеноплексом набрана форма, а потом дальше работает все полностью вата. И выкладывается... Здесь мы сделали и перчатки, и жилетку, да, Лен? Вот это все вата. Нос тоже у нас вата. Ну, все. И шарфик тоже. Шарфик тоже салфеточкой потом его украсили. Можно раскрашивать все. Мне тоже... Мне очень нравится раскрашивать игрушки. Но когда есть возможность там декупажем их, салфеточки есть хорошие, почему бы их тоже не пристроить к делу. Скажи, пожалуйста, давай вот сюда сейчас поставим. А, поставила. Давай снеговика, снегурочка еще покажем. Да, вот этого снеговика. Дедушка. Дедушка, да. Дедушка. И вот такого дедушка, да, у нас? Дедушка этот тоже, да. То есть, варианты у нас разные. Вот, сейчас мы показываем еще. Это тоже конусные такие устойчивые. Вот они стоят. Да, этот дедушка, это полная кукла у нас. С ногами там внутри у него ноги. Вот он полная кукла. А эти у нас вот такие вот конусные. Вот как раньше такие были. У которых ног не видно. Дедушка вот такой вот. Елена, у вас есть мка по елочным эмгурушкам без глиняных мордочек? Ну нет, ну как же мы будем без глиняных мордочек делать, девчонки? Ну как? Ну как личико? Как личико-то? Интересно же. Ну из ваты личико ты пробовала делать, Лен? Ну она не красивая, девчонки. Для того, чтобы из ваты лицо сделать, это тоже надо очень постараться, чтобы оно было такое красивое. Ну как, ну, не мятое такое. Ну чтобы она все равно на такое у нее... То есть она заминается, да? Да, ну как бы не очень красиво, когда вот лицо неровное, там хочется же и щечки там подкрасить. И это, когда начинаешь красить, и это не очень ровно краска ложится. Мне вот не нравится, когда. Можно, конечно, все можно сделать, но... Ну, есть игрушки, да, есть игрушки, которые показывают, то есть ватное лицо, но если у нас есть возможность... Можно просто даже кругленькую, кругленькое личико сделать, вот допустим, ну Деду Морозу по-любому нос нужен. А вот кругленькое личико какое-то сделать, просто нарисовать. А вот у тебя на маленьких, да, вот посмотрите. Ну вот, но это тоже керамическая, да, лялька такая. Можно вот ляльку такую просто сделать, ватный шарик, и там глазки, носик нарисовать, ротик, но оно как бы будет совсем такое простенькое, но тоже хорошее. Вот у нас еще был вебинар вот такой вот, посмотрите. Рыбка. Рыбка сделана тоже из ваты. Посмотрите, она легкая, невероятно легкая. Все, полностью из ваты, да, Лен? И вот тут внутри тоже вата. И внутри тоже вата, да, вата, бумага. Классно, классно. Потрясающе, потрясающе. Рыбка просто невероятная, можно даже украсить какой-нибудь аквариум, который пустой просто сделать, такую рыбу поставить и любоваться ей. Здорово. Так, и вот эти вот игрушечки у нас тоже сегодня представлены, да, Лен? Вот эти вот зайки. Зайки, да. Зайки, да. То есть мы показываем, как сделать их. Потрясающе. У нас там сегодня какой-то супер выгодный комплект. Девчонки, два мастер-класса по цене одного, поэтому проходите по баннеру, по баннеру. И... Бабочки цветы не надо? А, давай бабочек покажем еще, да, Лен? У нас бабочки еще, мы тут приготовили бабочек. Давай, сейчас так в стороночку. Чуть-чуть так вот подвинем. Вот так. У нас еще бабочки есть. Посмотрите, какие огромные, красивые интерьерные бабочки, сделаны полностью из ваты, да, Лен? Да, вот они такие у нас. Красненькая, павлиний глаз и махаон. Они огромные. Легкие, да, Лен? Мы, кстати, ходили на фотосессию и вспомнили про бабочки и розы, думаем, что ж мы не взяли, было бы здорово показать. То есть как можно... У них тут все есть, ноги, руки, все, что положено. То есть мы показали полностью, как сделать из ваты листики, листики, крылышки, да, и как разукрасить. Да. То есть как окрасить вату, чтобы она была такая, ну, такое ощущение, знаете, как будто это настоящая бабочка. Ну да, хотелось бы, чтобы была вот как настоящая. Вот эта вот красная мне больше нравится. Она такая. Красная больше, да? Да. Ну, это как есть, так вот и подкрасили. Но это такая есть синяя. Здорово. Вот она. А вот ту бабочку поменьше, которую покажи, пожалуйста. Вот эта у нас ночная, как-то называется, забыла. Нашла, как ее зовут в интернете. Как-то она, как-то интересно, так зовут ее еще вот. Именно вот этот вид. Толстый такой. То есть такая пушненькая, такая толстенькая. Бабочка-мопс. Заелась такая бабочка. Она не летает, она в основном ходит по цветам. Это ночная, да. А лаком сверху покрыто? Ой, это важный вопрос. Я не люблю покрывать лаком, потому что лак закрывает фактуру ваты. И она уже не выглядит вот такой вот, как сказать, тканью такой. Она вот забиваются опоры. Все равно оно у нас все. Вот даже взять вот так. Девчонок, тут кисточка. Допустим. Допустим, вот она у вас где-то стоит. Вот сейчас у нас особо пыли нет нигде. У всех кондиционеры. Все там кондиционерами охлаждаются. Окна у всех закрыты. Особо там никто не запылился сейчас. Да. Вот. Вот она у вас где-то стоит. Обычная сухая кисточка. Вот щетина, да. Они полностью пропитаны вот насквозь просто клеем ПВА. Они тоже такие вот, как сухая кожа выглядят такие вот. И вот просто взяли ее вот так вот. И почистили. Почистили жесткой кисточкой и все. То есть пыль убирается обычной кисточкой, которая пройти. Кисточкой прямо вот так ее. Ей абсолютно ничего не будет. Краски акриловые. Они хорошо себя ведут. Я все время все работы красками акриловыми раскрашиваю. Они даже если в воду на нее накапать сейчас, они не расползутся, не размажутся, ничего. Лаком я не покрываю, потому что они теряются. Какой-то вот свой шарм такой вот теряется. Девчонки тоже спрашивают, игрушки елочные покрыть лаком. Я не покрывала. Даже вот эти ляли маленькие, вот эти ляли я не покрывала лаком. Я их, они просто, они же тоже все пропитаны полностью клеем ПВА. Ляльки-моллюски вот эти. Они твердые все. А вот я их только блестелками покрыли мы их. Вот они у нас блестят. Такие вот тоже слюдяные. Поближе, да. Да, вот такие вот ляльчики. Шишку будем красить? Ирина, шишку будем красить в следующем выступлении. У нас прям выступление будет посвящено именно окрашиванию. То есть мы с Леной не успеваем показывать и ватную технику, и окрашивание. Потому что нужно заранее, заранее. То есть окрашивание. Можете, девочки, знаете что? Шишку окрашивать. Давай, показывай. Давай, показывай. Так, сейчас что-нибудь здесь утащу. Так, шишку окрашивать. Вот смотрите, можно ее белой оставить. Но чтобы она вот так прям не сливала, она и белая красиво выглядит. Вот я не знаю, как в телевизоре. Вот именно вам видно. Засвечивает. Засвечивает. Вот. Ее можно покрасить вот в этих вот проемчиках, где у ней темное должно быть. Вот под этими, под чешуйками. Можете вот оставить прям белую такую, что-то такие вот, какие-то тоже, вот эти вот веточки сюда приклеить. Потом можно их белые или синие приклеить. И вот чтобы оно было так интересно, так стильно, можно вот здесь вот темно-синим, голубым, вот так вот чуть-чуть, так знаете, как тенешечка была. Но чтобы она была вот, допустим, голубая чуть-чуть, вот голубоватая, чтобы просто вот она отбивала вот в каждую чешуйку. Да, отличалась. Можно даже их вот так еще поворачивать. То есть они у тебя... Да. Елена, можно личики кукол лепить из самозатвердевающего пластика, но уже по уже готовым фарфоровым куклам? Можно, конечно. Конечно. Вообще можно, даже очень можно. Татьяна говорит, каркас из проволоки у бабочек, каркас из проволоки у бабочек. Да, да, тут проволока присутствует, конечно, да? Да, конечно, чтобы она держалась. Да, присутствует, я уже подзабыла, но, конечно, да, присутствует. Можно проволоку делать, я могу ее и не делать, но я сделала с проволокой, потому что кто не делал, а чтобы было попроще, поудобнее людям сделать. Вот. Так что можете вот эти тенюшки здесь. Можете тенюшки вот эти здесь подкрасить, вот, допустим, голубенькие, вот, желтенькие, либо такие какие-то фиолетовенькие, вот, что вы там придумаете, да, допустим. Вот. А можете просто вот коричневые, коричневые сделали, однотонный какой-то цвет, коричневый. Вот. А потом тоже темненьким поподкрашивать так, но мы с вами покрасим. Покажу, как покрасить. Ну, тут абсолютно ничего сложного нету. Несколько цветов, смотрим, у меня просто перед глазами была шишка настоящая, кедровая шишка целая. Я сидела на нее, смотрела, вот, и подкрашивала, старалась подогнать цвет под нее. А потом, конечно же, побольше белой красочкой аккуратненько краюшки, чтобы такой вот, такой морозный, замороженный такой. Вот. Вот. То есть настоящая, настоящая темная шишка с белыми краешками, с белыми. Вы художник, несомненно. Спасибо огромное. Хорошо. Огромное спасибо. Ну что, мы будем завершать. Сейчас мы посмотрим на нашу Лену. Лена, спасибо тебе огромное. Вот. Сегодня показала такую небольшую, да, Лена? Маленькую такую, но интересную фишечку. Ну, очень нужно. Да, фишечку. То есть, как сделать каркас на шишку. Да? То есть, Лен, ты раньше показывала, что мы мяли бумажечку. Можно бумажечку, да, можно, если не получается, допустим, так сделать. Можно просто, как обычно, мы делаем бумажечку, ниточку, сделали форму. Может, вы какие-то другие вот сделаете форму шишки. Есть шишки длинные вот эти, как они там на ёлках называются, они все такие длиннючие, мелкие-мелкие, а у них чешуя такая длинная. Можно любые сделать, вот. Но для этого нужна форму, поэтому, так как такой формы киндер-супризов нет, поэтому придется делать... Чем окрашиваете? Акриловую краску. Акриловую краску. Акварелью можно? Можно, но акварель, вода на неё попала, она размазалась. Допустим, вот, допустим, бабочка. Любая игрушка, попала на неё вода, она размазалась. Акварельные игрушки свои, вы должны аккуратно нигде не брызнуть, нигде не взять ничем мокрым и тогда покрывать лаком. И тогда они у вас будут чуть-чуть другие. Вот эти детки все тоже, они все у них... Одежда вот сделана так, чтобы вот они лаком не покрыты. У него пальто выглядит как драповое. Но если я его покрою лаком, он такой уже не будет, поэтому я лак не особо... А, по окрашиванию будет бесплатный мастер-класс? Конечно, мы выйдем в следующий раз и прям целенаправленно сделаем именно окрашивание. Спасибо огромное. Спасибо огромное. До свидания. Всех вас целую, всех вас обнимаю. Желаю вам хорошего Нового года. Желаю вам хороших шишечек, хрюшечек и всего-всего-всего хорошего. С Новым годом! Передаем слово организаторам. Кристина, мы передаем вам слово. Спасибо вам, Елена и Наталья, за очень интересное и вдохновляющее выступление. Благодарим, что вы с нами поделились своими знаниями и опытом. Итак, дорогие друзья, а вы сейчас перед собой видите демонстрацию моего экрана. И для того, чтобы посмотреть, какое же специальное предложение для нас с вами подготовила Елена Васько, давайте вместе со мной кликнем по баннеру «Мастер-классы по ватным игрушкам» от Елены Васько. Итак, кликаем вместе со мной на кнопочку «Заказать». Итак, дорогие друзья, что же предлагает нам Елена? Мастер-классы по ватным игрушкам. Ватные игрушки смотрятся очень красиво и мило. По старинной технологии делать их несложно. Главное – это знать секрет этих украшений и иметь фантазию. Такие игрушки можно преподносить в подарок. Они могут составить оригинальную композицию в помещении. Немного фантазии, мастерства и терпения, и ваше уникальное украшение получится. А мастер-классы Елены Васько помогут вам сделать игрушки под руководством опытного педагога. Итак, первое предложение от Елены Васько – это комплект из двух мастер-классов. В комплект входит ватная игрушка «Сумасшедший заяц» и видео-мастер-класс «Снеговик». Ватная игрушка «Сумасшедший заяц». Вы узнаете, как сделать основу заяца. Как сделать петельку для ватной игрушки. Как наматывать вату и сделать гладким тело. Как приклеить керамическое лицо к телу. Как вылепить из глины ноги и руки для ватной игрушки. Как сделать красивый воротник у заяца. Роспись костюма. А также, как сделать подвижными лапки заяца. Мастер-класс состоит из двух частей. Длительность первой части 41 минута, а второй части 35 минут. Мастер-класс в HD-качестве очень детальный и подробный. Также прилагается список используемых материалов. И второй мастер-класс – это мастер-класс «Снеговик». Вы узнаете, как сделать каркас тела и смонтировать три ватных шара. Как сформировать основу не из ваты. Как сделать гладкие части тела, чтобы не было видно стыков и рубцов. Как сделать игрушку, не используя сложные составы, как клейстер, который надо еще приготовить. Как сделать подставку, к которой будет крепиться снеговик. Как сушить ватную игрушку. Как сделать лицо из ваты, нос, брови и рот. Как сделать жилетку и опушку. А также докупаж салфетками, делаем одежду с рисунком. Как придать сахарный налет одежде. А также, как сделать головной убор. Мастер-класс состоит из четырех частей. Итак, дорогие друзья, специальная цена на данное предложение со скидкой в 45% только сегодня составляет 990 рублей. Обычная же цена – 1800 рублей. Следующее предложение от Елены Васько – это комплект из двух мастер-классов. В комплект входит видео мастер-класс «Ватная техника. Бабочка. Батерфляй». На мастер-классе вы узнаете, как создать шаблон для бабочки, как сделать из ваты крылышки бабочки, создание тела бабочки, усики и ножки. Окрашивание создания рисунка, а также сборка всех частей в единую бабочку. И в видео мастер-класс «Большие интерьерные цветы из ваты». Затраты всего 100 рублей, но получаем на выходе цветы для украшения стен на свадьбу, дни рождения, юбилеи и фотосессии. Вы узнаете, как с помощью ваты можно создать большие интерьерные цветы, бюджетный способ создания цветов, как сделать тонкие листки цветка, как сушить правильно и придать форму, как окрашивать вату, а также как собирать цветы. Мастер-класс длительностью 49 минут. Итак, дорогие друзья, специальная цена на комплект из двух мастер-классов со скидкой в 16% только сегодня составляет 1500 рублей. Обычная же цена на данное предложение – 1800 рублей. Я вам напоминаю, что цена может измениться в любой момент, поэтому спешите заказать прямо сейчас. Следующее предложение от Елены Васько – это комплект из двух мастер-классов. В комплект входит видео-мастер-класс «Ватная игрушка Бароня» и мастер-класс «Витажная ватная игрушка Настенька с блинами». Итак, видео-мастер-класс «Ватная игрушка Бароня». Вы научитесь делать с помощью ваты уникальные интерьерные вещи. На данном мастер-классе вы узнаете, как с помощью ваты сделать каркас тела ватной игрушки, как сформировать сельце, ручки из ваты, как сделать гладкие части тела, как делать лицо для игрушки, разрисовать натуральное и живое лицо, как приклеить лицо к телу игрушки, как сделать ватной кукле шею и плечи керамическими, как сделать валаны на платье с имитацией сичка, как сделать верхнюю часть платья, как сделать прическу из ваты, бантики на прическе и платье, а также крепление предметов из глины, чайник и кружка к рукам. И следующий мастер-класс, который входит в комплект, это видео-мастер-класс «Витажная ватная игрушка Настенька с блинами». Масленица – это один из самых почитаемых в народе праздников, символизирующих проводы зимы и скорую встречу долгожданного весеннего тепла. В связи с этим Елена предлагает сделать ватную игрушку на эту тему. Вы узнаете, как сделать каркас тела ватной игрушки, как сформировать сельце, ручки из ваты, как сделать гладкие части сельца, сделать пышную юбку и оборочки с шубой с опушкой, как сделать игрушку, не используя сложные составы, как клейстер, который надо еще приготовить, как сделать лицо для игрушки, разрисовать натуральный живо лицо, приклеить лицо к телу игрушки, как создать головной уборс, платок создания складок и бахромы, как сделать подставку с креплением для куклы, как сделать рисунок на одежде, а также как окрасить всю куклу в нужные цвета краски. Итак, дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность заказать данный комплект из двух мастер-классов со скидкой в 50%. По специальной цене только сегодня – 1500 рублей. Обычная же цена на данное предложение составляет 3000 рублей. Также на данной странице вы можете прочитать отзывы, посмотреть другие работы нашего автора и прочитать информацию о нашем авторе. Итак, дорогие друзья, если же вас заинтересовало одно из предложений от Елены Васько или же вы хотите заказать все предложения от Елены, тогда давайте вместе со мной кликнем на кнопочку «Заказать сейчас». Итак, мы с вами перешли на страницу «Оформление нашего заказа». Для того, чтобы оформить наш с вами заказ, в этих окошечках вам предстоит ввести. Первое – это ваше имя. Я ввожу тест, потому что у меня тестовый вариант. Второе – это ваш имейл. У меня это также тест. И третье – это ваш номер телефона. После того, как вы внесли все свои данные, нажимаем на кнопочку «Перейти к оплате». Итак, перед вами сейчас появилось окошко со специальными предложениями по суперцене. Если же вы хотите добавить одно из данных предложений к своему заказу, то нажимайте на кнопочку «Добавить». Если же вы ничего не хотите добавлять к своему заказу, тогда нажимайте на кнопочку «Перейти к оплате». Мы с вами перешли на страницу «Оформление оплаты нашего заказа». Перед вами множество способов оплаты. Вы можете выбрать для себя самый удобный и подходящий именно для вашей страны. С левой стороны на данной странице вы можете проверить ваши данные. Это имя, имейл и номер телефона. На ваш номер телефона на следующий день после оформления вашего заказа позвонит наш менеджер и ответит на все интересующие вас вопросы. Также здесь вы можете увидеть номер своего заказа. Что входит в ваш заказ и ярким цветом, обозначена итоговая стоимость вашего заказа. Если же на данной странице вы не нашли для себя удобный способ оплаты, то не отчаивайтесь, дорогие друзья. Все равно впишите ваше имя, имейл и номер телефона. На ваш номер телефона позвонит наш менеджер и ответит на все интересующие вас вопросы. А завтра, дорогие друзья, вас ждет не менее интересный спикер. Мила Зверева расскажет вам о доступном строительном материале в творчестве. Итак, спасибо вам, друзья, за чудесное время, проведенное вместе с вами. И до завтра. Спасибо. Продолжение следует...